До 30 тысяч пассажиров в дни проведения матчей. Такая нагрузка ляжет на транспортную систему региона летом 2018 года. Причем значительная часть приезжих начнут знакомство с Самарой в аэропорту Курумыч. Современный аэровокзальный комплекс сегодня отвечает самым строгим мировым стандартам. И вот на финишную прямую выходит реконструкция аэродрома. О готовности руководитель Росавиации рассказывает вице-премьер управительства России Виталию Мутко. Завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы, идет обустройство перронов и аварийно-спасательных станций. Особенность в том, что мы ведем реконструкцию в условиях действующего аэродрома. Значит, вот все, что зеленое, это уже выполнено. Все усилия сосредоточены на завершении обустройства перронов и аварийно-спасательных станций. Ну, рисков того никаких. Когда у нас завершение по контракту, полностью срок вашей части федеральной? Начало март будущего года. Но бетонные работы мы заканчиваем в ноябре. По словам губернатора Николая Меркушкина, части пассажиров будут прибывать на старый терминал. Его отремонтируют, чтобы придать современный лоск. Кроме того, Виталий Мутко высоко оценил качество новой дороги, которую ведет из аэропорта к Самаро-арене. Основной стадион проведения игр готов уже более чем на 80%. Нет никаких сомнений, что объекта будет в дан срок. На строительной площадке работает порядка двух тысяч рабочих. Но не только футбольное поле должно быть в порядке. Рядом вырастет, по сути, целый город со своими коммуникациями, автостоянками. То есть еще раз транспортная коммуникация. Это трамвай, который пришел. Это трамвай. Дальше, значит, автомобильный. Дальше для шаттлов, для автобусов. Шаттлы у нас здесь паркуются и на северной части. Не менее важно, в каком виде и с каким настроением встретят болельщиков город. Настроение спортивное. Это видно потому, как областные команды приняли участие в турнире «Лето с футбольным мячом». А Самарская набережная стала одной из красивейших в Европе. О том, что еще 6 лет назад на Волге ставили распивочные заведения, сегодня даже уже не вспоминают. Везде спортивные площадки. Играет духовой оркестр. Итоги визита были озвучены на совещании, которое провели Виталий Мутко и Николай Меркушкин. Вице-премьер назвал Самару важным городом для проведения чемпионата. Подготовка проходит в штатном режиме. Главная спортивная арена скоро будет введена в эксплуатацию. Мы сегодня обсуждали их. Это прежде всего, конечно, крыша стадиона, кроме того, что сегодня нам предстоит сделать. Это сложные инженерные решения. Поэтому, конечно, мы договорились, что эта работа должна как минимум где-нибудь до конца сентября, сединия октября быть завершена. Общестроительная эксплуатация должна быть в этом году. Мы должны получить разрешение на воды. Но второй этап уже ввода, скажем, каких-то пленных систем, запуск, он потребует, конечно, где-нибудь в февраль месяц. Я думаю, это окончательный срок, когда мы завершим контракт, закроем его и передадим его уже сегодня заказчику. Особое внимание стоит уделить созданию систем навигации. Сегодня Самара похожа на одну большую новостройку, а результат будет виден уже менее чем через год. Мы тоже выполнили не менее 85% работ и по дорогам, которые были в программе подготовки к чемпионату мира. И, скажем, сегодня у фан-зоны, если брать по гостиничному. Все основные требования ФИФА по гостиницам мы выполняем. И вот основную гостиницу новую, которую строим, там тоже процентов на 75 работы готовы. Мы планируем ее ввести где-то в январе, ну, как край февраля месяца. Разработаны также и культурные программы. В дни проведения чемпионата будет организовано более 160 мероприятий на любой вкус. Так, чтобы во всем мире узнали Самару, как город, способный на высшем уровне принимать соревнования всемирного значения. Олег Зверев, Виталий Колдашов, Максим Гусев. События.